Интересно, вместе утром остановимся. Это продолжение. Говорит, ладно, ее не убивайте, пока не расскажете о кончании. Интересно, что-то тут знаете. Ну, она рассказала следующую ночь о кончании. И опять начала следующую сказку. Опять на самом интересном месте. Ладно, и так тысячу разночей она рассказывала сказку. Уже там трое детей вкило. То есть родиться за это время. И она ему рассказывала сказки, изменяющую внутренний мир под текстом. И он потом изменился через тысячу одну ночь, что она будет моей женой, мне этого больше не нужно. То есть это мудрая женщина, которая занималась сказкой терапией. То есть рекомендую поднять класс и сказки взаимоотношений. То есть разные сказки учат отношения мужчин и женщин. То есть они на сказках воспитывали мальчиков, воспитывали девочек. Та же самая сказка о золотой рыбке. Ну, то есть к чему приводит эволюция жадности. И осталось результате, ну, то есть ураспитывал коры. Все сказки имеют глубокий, ну, как, подтекст. Но нужно, чтобы рассказывал, ну, тот, кто знает. И хорошо, что вы этот момент сказали. Я вообще рекомендую всем женщинам научиться рассказывать сказки. Сказки терапевты, они потом уже сами могут сочинять, ну, опытные сказки. То есть, когда приходит пациент с какой-то проблемой, он анализирует проблему и говорит, давайте я вам расскажу историю. И он может сам придумать походу историю. И точно так же мужчину учить не нужно. Ему можно просто рассказать сказку. Поучить он, чтобы он сделал для себя вывод. Мужчину вообще очень не нужно. Например, вы сейчас приходите с семинара и говорите вот там. Сейчас я тебя научу. Правда, это не нужно. Как же это? Да. Даже если вы что-то хорошее скажете, эта информация будет для мужчины вражеской. Даже если он сам, может быть, уже склонен быть к этому. Но из-за того, что это зашло из уст женщины, а он хочет быть вегер, он хочет доминировать, все, для него это, мы это делать не будем. Вместо этого нужно просто прийти, сказать, дорогой, ты у меня умный. Какой-то что-то умное написано, хорошее, не могу понять. Объясни мне, пожалуйста. Мужчина читает и объясняет, что-то непонятно все. Так, так и так. Слушай, вот читал и не понимал. Ты объяснил все помятно. Все равно. Понимаете? Кстати, это этикет получения знания в отношениях ученика и учителя. В Индии есть этикет. То есть один человек не может все знать. Но если ученик узнает что-то, что не знает его учитель, он должен прийти, передать эту информацию учителям и потом выслушать ее же от учителя. И тогда знания учеником будут условлены. То есть если ученик что-то узнает, что не знает учитель, он должен поднести это как подношение учителя, и потом учитель ему объясняет это. То есть то же самое. Но у женщин должна быть просто хитрая. Я глупая, ты умный. Пожалуйста, объясни мне. И вот именно воспитание мужчин, ну как передача им знаний в виде сказок. Это не про тебя, а просто сказка такая. Если мужчина почувствует, что это про него, он не будет вас слушать больше. Интересные истории вместе всегда интересны. Ну или по крайней мере он может сам. Да, вот здесь я так понял. Как мужчинам давать советы? Сказать надо? Мужчина растет духовно, когда принимает ответственность на себя. И если мужчина подходит к женщине и спрашивает, дорогая, вот как поступить в этой ситуации? Какой бы вы совет ему не дали, вы проиграете в любом случае. Четыре варианта. Первый вариант, вы дали ему правильный совет, и мужчина вас послушается. Ну, вроде, лучший вариант. Но в этом случае он не растет как мужчина. Потому что он не принял всю ответственность, ну как, на себя. Весь груз ответственности. Он разделился с вами или просто вытянется. Он не чувствует себя победителем. Вам не понять. Вы женщины, вот этот драйв, ради которого мужчина живет. Мужчина живет победами. Ну как, достижениями. Женщина живет отношениями. Для нее важно, ну, главное, достижения, если я люблю, я любим. В общем, больше ничего не надо. Но мужчина живет достижениями. Ему важно. Вот это я сделал, знаете, там, дом построил, миллион заработал, там. Дерево посадил, сына воспитал. Сейчас шутка такая. Современный мужчина, план минимум. С колотейского речня посадили. Кактус. Ну и завести кофемию. Современный мужчина, думаю, что он не растет. Итак, если вы даете правильный совет, мужчина вас послушался, вы проигрываете, потому что он не растет. Другой вариант. Вы дали правильный совет, но мужчина вас не послушался. Он поступил иначе, проиграл. Как вы думаете, как он себя чувствует в отношении к вам? Он начинает вас избегать. Потому что даже если вы помалкиваете благоразумно, хотя не у всех ума на это хватает, он подозревает, что вы в уме а-а-а. Говорила же. Или преждала. Дурачина ты, проста. Даже если вы это не говорите, мужчина, он думает, что так. С другой стороны, почему он начинает от вас отдаляться, потому что мужчине невыносима сама мысль, что женщина умнее его. Он хочет быть самым главным. Поэтому сила женщины в ее слабость. И в том, чтобы дать мужчине почувствовать себя умнее. Мужчина хочет защищать. А если женщина сама может, ну как, за себя это стоять, то я не нужен. Понимаете? Если вы демонстрируете свою умность, более умность, чем его, то я здесь не нужен. И мужчина куда-то уходит. Куда он уходит? Ну или в лучшем случае пить. В лучшем случае он становится алкогольником. Ну или к другу уходит. И потом женщина удивляется. Куда он ушел? Она же дура-дура. Так к тому он к ней ушел, что она дура. И рядом с ней он чувствует себя умным. Понимаете? Она просто не настолько умная, чтобы давать ему такие умные советы. Ну как некоторые. И мужчина чувствует та натурой, я ей нужна. Она вот там с тремя высшими образованиями, пусть одна будет. С гордым одиночеством, умным. Но я же ему доказал, что он был неправ. Ну доказал. Радость. Да, радость. Итак, если вы дали правильный совет, а мужчина не послушался, то есть мужчина от вас отдаляется. Это очень-очень опасно. Мужчина начинает вас. Ну просто, ну, минимум избегать. Избегать. Подсознательный. Подсознательный. Он чувствует, что вы превосходите его. Вода может биться только в стакан, ну если он нежный, а не выше. Женщина должна следовать за мужчиной. Наверное, вам нужен более, ну как, сильный мужчина. Я слабый слишком для вас. И так далее. Другой вариант. Вы дали ему неправильный совет, и мужчина вас послушает. Кто виноват? Самый дурак. Нет, нет, это вы так говорите. Нет, ну он же умеет, он же здорово понимает. Ну, сполкнуло что-то. Ну что, ты эмоциях. Ты эмоциях. Ну вот, и он говорит, а я дурак, послушался тебя. Думал, что ты серьезный. И в этом случае, если вы дали неправильный совет, а мужчина вас послушался, крайне вы. Вы виноваты, он весь груз ответственности спихивает на вас. Ну, то есть, послушался я женщина. Да, я дурак, потому что женщина послушался. Дурак, послушался. Вам это нужно? Все ответственности спихивает на вас. Вы виноваты. Ну, вас послушался. Четвертый вариант. Вы дали неправильный совет, но мужчина вас не послушался и поступил правильно. Он выиграл, он победил. Вот это единственный момент, когда он испытывает этот драйв. Да. Я победитель. То есть, понимаете, он взял на себя ответственность, но в этом случае он начинает нелестно думать, ну, или отзываться о ваших способностях. Вот хорошо, что я ее не послушался. То есть, вам это нужно? Поймите, что мужчина должна быть... И мужчина не дурак. Она должна быть богиней. И ваши интеллектуальные способности должны быть для него, ну, вообще, не сокрыты. Как айсберг, понимаете? Наверхушечки, вот, ну, немножко. Столько, сколько нужно, чтобы показывать, ну... Что она есть. Да. Что не будет. Да, чтобы сохранять, ну, как, привлекательность для мужчины. А внизу там, ого, сколько. Но мудрая женщина это не демонстрирует. То есть, она этот разум, недосягаемый для зрения мужчины, использует, чтобы, ну, манипулировать. Ну, чтобы стимулировать его деятельность. Мужчина это ледокол, который ломает там... Или ты... Женщина это двигатель, который только... Ледокол толкает в тревоги. Женщина это тот, кто вдохновляет мужчину, что-то делать, приносить домой. Нужно ей деньги ищить. Дорогой, я полностью от тебя завязываю. Ты мой герой такой сильный, я без тебя никуда. Мне вот то надо, то надо. То нет проблем с этим. Если ты от меня зависишь, да. Но если женщина вот такая, сейчас ты вот по команду мужчина думает, ну... Если она такая румная, зачем ей нужно? Не обязательно, что женщина чувствует свою независимость из желания командования. Просто как бы независимость. Ну, будет и независимая. Из желания просить. Нет, из нежелания просить. Ну, что-то как бы мужчина это стоит. В этом смысле. Как бы с мужчиной весь такой хороший. Ну, он должен сам давать, ну, и не просить. Женщина хочет просить. Он не знает, что тебе давать. Он Бог. Хорошая. Вам нужно общаться с успешными женщинами. Счастье мужчины обеспечить любимую женщину тем, что ей нужно. Когда зависимость будет? А? Когда женщина зависит, мужчина говорит, я от тебя завишу, ты у меня такой молодец, ты у меня такой хороший. Когда мужчина чувствует, что от него зависит женщина, он становится диспутом и тираном. Там уж никакая любовь, готовка и вообще ничего. Очень важный момент. Тиранить это дистанцию уважения. Ну, то есть, не терять вещи. И тогда никто не будет тираном. То есть, понимаете, вот тирания, ну, то есть, диспотия, когда, ну, вот это самое важное, все мы начали, то есть, уважение пропадает. Когда мы считаем, что другой моя собственность. и он должен, то есть, понимаете, то есть, не нужно, ну, то есть, вот убирать, ну, как, грань, как уважение. И здесь все зависит, на самом деле, от женщины. В отношениях женщин, ну, как диктуру, условия. Сфера деятельности мужчины находится за пределами дома. Он из-за пределов дома все тащит в дом. А сфера деятельности, ну, женщины, это уже внутренний дом. И вот в этом как раз заключается необходимость, ну, как, женского образования. Раньше были целые институты благородных девиц, где обучали, все эти, ну, как, тонкостям, премудростям. Раньше бабушки, ну, материал обучали, ну, как, тонкостям. Ну, на самом деле, своим примером. Ну, как правило. И вы мне немножечко сбили смысл. Я хотел закончить. Можно закончить? Как давать наставление, ну, советы мужчинам. Так что делать, если мужчина... Вам нужно знать, что если мужчина приходит, спрашивает ваш совет, как поступить, он просто хочет спихнуть в себя ответственность. Понимаете? Если мужчина приходит, спрашивает, как поступить, он хочет спихнуть в себя ответственность на вас. Ну, ответственное решение, и все. Чтобы потом было, то как? Вам это нужно? Мужчина растет, когда он принимает самостоятельные, ответственные, взвешенные решения. Так что, советов не давать, чтобы давать? Потому что со стороны ведь нет. Женщины, они, ну, я не знаю, как-то считают. Я не знаю, какими изменительными приборами, но говорят, что женщина в 9 раз более практичная, ну, в материальном плане. У них выше выживаемость, ну, в критических ситуациях, ну, чем у мужчин. Это необходимо, потому что женщина большая ответственность, как рождение, ну, выращивание потомства. Мужчины, они больше где-то в такой духовной сфере, и они более трешены. Кстати, для мужчины необходимы отречения. То есть, мужчина растет был для отречения от материальных вещей. Он должен зарабатывать тут же, ну, как для других, отдавать. Обязанность мужчины зарабатывать, обязанность женщины отрабатывать. Честно говоря. Но мужчин не должен отдавать женщине все деньги, потому что он должен отдавать часть, ну, денег. На черные деньги, на преживные расходы, на те же самоподавки, ну, и большую часть для бизнеса, ну, для поддержания. Ну, то, что свободные деньги, заработки будут. То есть, покупки женщины должны делать, я думаю, потому что она более практична в этом плане. И так, женщина более практична, поэтому она может и обязана предупредить мужчину в каких-то ситуациях. Но она должна это делать только если ее хочет. Итак, важный момент упоминается в Священном Писании, это мудрость тысячелетий, что женщина должна отдавать советы мужчине, интересная фраза, запомните, так же, как министр дает советы царю. Если министр в приказном порядке, ну, или просто будет указывать так, «Ваше Величество, сделайте, пожалуйста, вот так, даже, пожалуйста, вот так надо сделать Ваше Величество». Царь, чувствуешь, чему? Кто-то у нас, в самом главном, ну-ка, секир башкай мой сделайте, кто-то у нас царь, я идиот. Ну, царю для того и нужны, ну-ка, министры, советники, ну, как, чтобы советоваться. Одна голова хорошо, другая лучше. Ну, министр знает, что если он ошибется в своем совете, голова с плеч по качеству. Поэтому министр как дает совету царю? Он не говорит ему, как действовать. Он дает ему разные варианты, ну, события. «Ваше Величество, вот, если поступить так, то может произойти вот это. Если так поступить, то может вот так произойти. А если поступить так, то вот это может получиться. Но вы у нас наимудрейший. Вы у нас наисветлейший. Вы у нас най-най-най-най. И поэтому вы, ну, мы не сомневаемся, то есть решение, которое вы примете, будет самым, ну, наилучшим. Мы все его, как, послушаемся и так далее. То есть он не принимает ответственность. Он дает, ну, как советник, разные варианты. Более-менее приемлемый. И поручает царю самому принимать ответственное решение. Вы должны просто понимать, что у советника, царя, от его советов зависит наличие головы и печали. А у вас наличие мужа под Богом. Как же вернуть ему ответственность? Если ты понимаешь, что он перебрасывает на себя ответственность, то он все равно. Ну, тебе же лучше знать. Ну, это же для тебя, ты ему говоришь, ну, нет, это же для нас. Ну, я вам и говорю, как. То есть, когда мужчина спрашивается, это женщина подобная к министру, и говорит, дорогой, ну, я вот глупая женщина, ты думаешь, ну, мне кажется. Если сделать так, то может так произойти. Если так, то так. Если так, то так. Ну, дорогой, это не слишком большая для тебя проблема. Я уверена, что ты принесешь самое лучшее решение для нашей семьи. То есть, если он хочет, ну, что это что, дорогой вот. Но женщины могут увидеть те подводные камни, на которых мужчина не умеет. И должна, ну, жена, заботится мужа, его предупредить. Но не указывая, как конкретно сделать. А просто, ну, как разный вариант. Мне кажется, если так делать, то может быть так. Если так, не акцентируй, не акцентируй. Не показывая свою заинтересовую, ну, в каком-то выборе. И сказать, что, ну, это небольшая проблема для тебя, ты умеешь. То есть, я уверен, что ты делаешь лучшее решение. И вот сейчас важный момент. Каждый из нас ошибается. И не бойтесь, если мужчина сделает ошибку. Я вам сейчас дам информацию, которая вам, просто, может быть, позволит любить мужские ошибки. Дело в том, что, милый танк, когда мужчина ошибается, для вас это звездный час. Мужская ошибка – это звездный час для женщины. В этот момент вы можете поднять свой кретинг в его глазах на небывалую высоту. Что в других ситуациях для вас это очень невозможно. Или, наоборот, сжечь все свои баллы, ну, то есть, уйти в минус. Все зависит от вашей реакции. Дело в том, что мужчины обычно очень гордые, амбициозные, всегда очень закрытые, самоубережные. Единственный момент, когда они полностью беспомощные, открытые, это когда он ошибается. В этот момент, ну, то есть, вот он полностью, то есть, внутри, ну, то есть, без защиты. Хотя он внешне входит такой, хорохорится, ну, то есть, не подает вида, да все путем, то есть, ничего страшного не произошло. Вы должны знать, что внутри у него там может, что творится. Он себя, ну, по-всячески обвинит, обвиняет. И вот в этот момент он нуждается, вот, как раненый в медсестре, ну, то есть, только, только, вот, вашего лекарства, утешения. Дорогой, ты не виноват. Ты сделал все, что от тебя зависело. Кто же нам, ну, что ситуация так и сложится. И хотя он знает, что он, ну, не все сделано, что был способен, но он думал, блин, какая мне жена классная. То есть, она все равно меня ценит, подпадает, она видит во мне хорошего. В этот момент, то есть, ваш, ну, как, рейтинг взлетит до небес. Он вас будет ценить больше всего на свете. Будет тянуть, потому что вы будете для него как тренером. То есть, не нужно там ставить кресло, знаете, то есть, там, все. То есть, это очень важный момент. Если вы мужчину критикуете, когда он ошибся, это все равно, что бить лежачего. Ему и так плохо, вы еще там соли на рану-то спаете. Вы становитесь его спейшим врагом. Женщиной для мужчины должно быть все. И когда нужно, как сестра, как друг, в этой ситуации, как мать. В других ситуациях, ну, как куртизанка, там, как женщина для рукополития. То есть, в зависимости от потребностей мужчины, нужно проявлять разные, как женские психотипы, архетипы, которые заложены в каждой женщине. И вот в этой ситуации, когда мужчина, включается архетип матери или, там, медсестры. То есть, когда мужчина ошибается, нужно ему говорить, дорогой, ты не виноват. Весь мир виноват, только не ты. Обстоятельства, то есть, все вокруг, звезды не так стали, ты не виноват, ты сделал все, что мог. Это правда. На самом деле, как говорится, ошибка, это ступенька на пути к успеху. Вот. Действительно, мужчина, он сделал то, на что он был способен в той ситуации. Теперь он станет опытным. И он скажет, дорогой, у тебя все получится. У тебя все получится, я в тебя верю. Ничего страшного, это не катастрофа. Человеку главное, что ты жив. То есть, руки, ноги, все, выставляешь, что ты живешь. Ну, подумаешь, опять распогатель. Если вы думаете о тех деньгах, которые мужчина потерял, вы просто проституты. Ну, извините. Потому что важнее, что отношения, ну, сохранились. И мужчина, переживая о своем опыте, вот, как там, с одного битва, двух небитых дает. В следующий раз он уже этой ошибки не сделает. Если он видит, что в него верят, он в следующий раз уже будет мобилизовать больше, ну, как, свой потенциал. И со временем он станет самым лучшим, ну, как и опытным. Поверьте, что опыт, как говорил Пушкин, что это? Сын чего? Сын. Да, и опыт, сын ошибок трудных. Не бойтесь, что мужчина будет ошибаться. Может быть, так же трудно ошибаться. Он станет опытным. Придите к любому нормальному бизнесмену. Он столько там, ну, как ужасов, ну, из-за эволюции своего бизнеса, ну, расстраиваться. Как он там поднимался, там, в минус уходил страшный. То есть, там, другие там пулю себе висок, а он потом опять, ну, поднимался. То есть, каждый человек, он, ну, сами знаете, например, хозяй. Бывает, гости приходят, вот он бабком, а пирог поддает, ну, или еще что-то. Ну, ты не знаешь, что-то. Первый блин кома. Ну, то есть, чтобы стать хорошим поваром, нужно, ну, приготовиться, чтобы будет количество продуктов. Ну, просто испортить. И это нормально. И мужчинам тоже нужно это знать. Женщинам всегда нужно хвалить. Даже себе умело приготовленные новые блюда. Нужно хвалить за то, что человек старается. Это очень важный момент. Нужно хвалить за правильное, как приложение усилий, не за результат. Если ученик без дыр, но ученик, проходя мимо, хвалит его, говорит, старается. Понимаете? Ученик, о, меня похвалили за то, что я стараюсь. Пусть не получается, но я стараюсь. И он еще лучше начинает стараться. Это очень важный момент, который еще североамериканские индейцы подметили в такой притче про двух собак. Что в каждом из нас есть две собаки. Хорошая и плохая. Которые все время дерутся. Побеждает какая собака? Которую лучше кормят. И подкармливание собаки в душах людей – это подкармливание эмоций своего внимания. То есть вы подпитываете то качество в сердце, в сознании человека, на которое обращаете внимание. Внимание – это энергия. На нас хоть смотрят, мы оборачиваемся. И когда вы обращаете внимание на какую-то черту человека, неважно, хорошую или плохую, вы ее подпитываете. Вот простой пример детский. Ребенок пришел в школу, что-то там, ну, хорошее сделал, учительница не заметила. Оборачивается и говорит, что там хулиганишь. Он, она не разобралась, но я хулиганил. Ничего не хулиганил. Это даже. То есть я покажу, кто там хулиганил. Она посадила семя хулиганство и немножко поверила. И потом, чтобы показать, что он не хулиган, со злостью, то он учительница. Она говорит, о, я была права, он не просто хулиган, он бандит. Что? Я бандит, но я тебе покажу. И потом уже подкармливая, ну, то есть своим вниманием ту черту характера, который, может быть, сами посадили, уже потом вся школа считает, что он там уголовник, ну, то есть там тюрьма по нему плачет. Он просто всем со злостью доказывает, что я не ошибаюсь. Ну, я ему там счет. Я покажу. Но если даже самый отпетый мошенник, учитель проходит, говорит, он старается, он старается еще больше. Потом приходит, говорит, о, у тебя получается. О, у меня получается. Ранее блэк рассказывал про своего отца, который был учителем физкультуры. Ему давали самые бросовые классы. И потом, буквально за 2-3 года, эти классы, ну, из-за петых мошенников, негодяев, становились самыми престижными, успеваемыми классами, когда все хотели своих учеников устроить. Почему? Потому что он видел в этих детях то хорошее, исключительно хорошее, что нет. То есть он поощрял их старания. И женщины это время, которым нужно быть терпеливым. Мы живем с вами в нетерпеливое время, когда все хотят прямо сейчас все. Поэтому мы живем, когда все такое быстрое растворимое. Супер быстрого приготовления, да? Тюра быстрого приготовления, любовь быстрого приготовления. Мы не хотим терпеть, мы хотим все здесь и сейчас. Нужно спастись терпением. И нужно учиться жертвовать. В третьем номере журнала «Благодарение», возьмите, почитайте, вот здесь у меня есть. Там как раз есть такая интересная статья. «Поверьте в мужу». И вам возраст. Очень блестящая там история жизни. На самом деле, это всегда нужно быть больше жертвенным. Любовь – это труд. Любовь – это внутренний труд, это жертвенность. Но еще несколько моментов, которые помогут сохранять притягательность, это всегда сохранять какую-то загадочность. Всегда нужно совершенствовать свой внутренний мир, непрерывно. Мы живем тоже в такое время, когда люди уходят из школы и думают, все, больше учиться не будем. Опять-таки мудрец Ченаки произносит интересную фразу, что нужно приобретать знания, постоянно учиться чему-то новому и зарабатывать деньги, так, как будто мы будем жить вечно. Это святой мудрец. Он говорит, что зарабатывать деньги и учиться чему-то новому нужно непрерывно. Непрерывно. Так, как будто мы будем жить вечно. Кстати, для тех, кто верит в реакторнацию, хорошая новость, что все эти знания, навыки, которые вы сейчас приобретаете, переходят с вами в следующую жизнь. И на момент рождения это у вас в подсознании. Вы не знаете, откуда, но вы это знаете. Вы не знаете, почему, но вы это увидите. Вы садитесь за раяль, потом бах-бах-бах-бах-бах, мысленько уже там. В пять лет уже мозг. Почему? Потому что в прошлой жизни. Раз, и у вас уже математика. То есть в прошлой жизни. В подсознании так все остается. Это, кстати, запечатлелось в истории про Сократа. Сократа приговорили к смертной казни за то, что он развращал умы, молодежи проповедью Единобожью. Ну, тогда было много Божьей, ну, в Креции. Он говорил, что Бог един. Высший Бог, Он един. И за то, что проповедовал то, что Иисус Христос, потом доказал, Его приговорили к смертной казни, если Он не отдумается. То есть Он сказал, что через месяц мы тебя убьем, если ты не передумаешь. Ну, Его даже без охран, ну, то есть под домашним арестом было, то есть запрещено было из-за того, и ему потом знали, что завтра была смертная казнь. Друг за день до смерти пришел и увидел, что он пригласил к себе какого-то музыканта, поэта и разучивает новую песню. Тут Вилл сказал, как? Ах, вас завтра убит, вы сегодня песню учите. Сократ удивился еще больше. Он говорит, так когда же мне еще выучить, если не сейчас, мой друг? Когда мне еще выучить, если не сейчас? Ну, то есть для людей с разными, ну, с восприятиями жизни, вечность и материалистов, это парадоксально. Сократ, он познал вечность. Когда ученики потом пришли, у него спросили, учитель, что с вами делать после смерти? Он просто разохотался, он сказал, попробуйте меня поймать. То есть он знал, что он осознавал себя в этом теле бессмертной душой, заключенной, глоболочной. И поэтому, когда уже в день смерти этот труп принес ему там новую одежду и гребень, чтобы перед смертью, ну, знаете, там, расчесать себе бороду и волосы, кто-то вообще смело скрыт трупный, перед смертью нужно мысли в порядок приводить, а не бороду расчесывать, потому что состояние сознания в момент смерти придает в следующую жизнь. То есть Сократ все это знал. Он говорит, что перед смертью нужно мысли в порядок проводить, а не бороду расчесывать. К чему это всем он говорит? Чтобы непрерывно учиться чему-то. Для того, чтобы быть привлекательным для других, нужно постоянно, чтобы другие в нас открывали что-то новое. Это очень важный момент. Потому что, когда вы развиваетесь сами, это увеличивает вашу способность открывать новое в других. Если вы непрерывно чему-то учитесь, вы совершенствуете свой внутренний день, вы становитесь постоянно более интересными для других людей. И другие люди становятся все более и более интересными для вас. Это важный такой аспект непрерывного обучения. В древности женщины вообще не работали. Они сидели дома. Но они не приедались мужчинам. Камасутра рекомендует женщине непрерывно совершенствоваться в 64 видах искусств. Куда входит, например, ну, понятное для женщин, например, театральное искусство. Искусство преображения. То есть, гриб, макияж, прическа, чтобы женщина каждый день была новой. То есть, новый облик, новая одежда. Искусство преображения дома. По-другому что развивает первое. То есть, не нужно покупать что-то новое из бумаги, что-то сделать, что-то переставить. Чтоб мужчина заходил и что-то изменить. Кулинарное мастерство. То есть, все время какие-то новые блюда открывать. Даже искусство говорит загадками. Недомолвками. Ну, то есть, чтобы мужчина опять-таки. Ну, то есть, чтобы быть интересным. Даже искусство стихи, шарады, кроссворды из фруктов. Ну, всякие вещи вырезают. Ну, и внутреннее, ну, какое-то мастерство, в том числе, магия. Ну, в мирных целях. Приготовление пищи — это магия. Белая магия. Состояние сознания повара придется тому, кто кушает. И это огромное таинство. Вы можете изменить сознание, намерение человека в своей медитации. Но для этого нужны правильно сконцентрированные мысли, которые вы вкладываете в виду. Поэтому мужчины раньше очень тщательно выбирали жену. Ведах говорится, что жену нужно выбирать более тщательно, чем духовного учителя. Потому что от женщин... Извините. Извините. Спасибо.